Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щеклана, сегодня в программе. Карачаева Черкесия по итогам 2013 года в числе 43 регионов государства, где отмечен естественный прирост населения. Вечная память, коллеги и друзья вспоминают заслуженного деятеля искусств, члена Союза композиторов Российской Федерации Маджита Нагайлиева. Карачаева Черкесия «Энерго» прошло награждение победителей 10-го регионального конкурса лучших потребителей «Золотая пора». Министерство регионального развития России в рамках оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов страны проанализировало демографическую ситуацию. Карачаева Черкесия по итогам 2013 года в числе 43 регионов государства, где отмечен естественный прирост населения свыше 2000 человек. Рост численности стал возможен благодаря мерам, направленным на стимулирование рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства, создание условий для рождения детей, а также формирование у населения положительного имиджа современной семьи с тремя и более детьми. Завтра состоится 54-я сессия Народного собрания. Депутаты рассмотрят проект закона Карачаева Черкесии об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики за 2013 год и другие вопросы. Сегодня мы вновь возвращаемся к творчеству Маджита Нагайлиева. Напомним, что известный композитор и талантливый музыкант ушел из жизни пять дней назад. Член Музыкального фонда России, заслуженный деятель искусств Карачаева Черкесии, член Союза композиторов Российской Федерации, Маджит Узиирович внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры не только нашей республики, но и всего Северного Кавказа. О многолетней творческой деятельности этого одаренного музыканта и в материале Пелла Джазаевой. Музыка была для него всем – судьбой, испытанием, радостью и наградой. Маджит Узиирович всегда говорил, музыка всегда и во всем не помогала, помогала жить. Еще школьником, не имея никакого музыкального образования, Маджит любил слушать пластинки с неаболитанской музыкой. Каждый день он выучивал по одной песне, учил слова, а мелодию, услышав единожды, бесошибочно воспроизводил. Увлечения музыкой не все поддерживали. Были сторонники, были противники, но большинство были противники. Ведь казалось, что для горца, для карачаевского парня заниматься музыкой. Особенно отец мой, бедный отец мой, был категорически против. Он говорил, что это дело не мужское, ты должен быть зоотехником или чабаном, что-нибудь такое. Знаешь, как все карачаевцы занимаются сельским хозяйством. Но все это, конечно, в конце концов, ничего не могло противостоять, потому что у меня такая была любовь к музыке. Я, в общем, бредил, невозможно было без музыки жить. Маджиту Узиировичу в определенный момент захотелось раскрыть внутренний мир своего народа, воспеть его радости и чаяния. Несмотря на то, что он в своей музыке отдавал предпочтение лирике, фольклор стал для него, как и для большинства больших композиторов, своеобразным мостиком, соединяющим его индивидуальную музыку с народной. Я думаю, что любому композитору на приятности при жизни его песни становятся народными. Действительно, многие мои народные стали народными песнями, как и карачаевской, так и нагайской песни. Я был как посвидетелем, несколько лет назад приехал ансамбль из Чечни, нагайский ансамбль из Чечни. И вот они меня пригласили на этот концерт, в Эконхалке это было. Я шеду на концерте, и вот этот ансамбль спели там где-то пять моих песен, и все называют нагайские старинные народные песни. Ну, называют, ну, я улыбаюсь, потом тут сказали, подправили, как нет, вот автор тут сидит, а тот руководитель говорит, да как-то, неужели бы ты это автор, а мы думали, это старинные нагайские народные песни. Особенность песен Маджита Нагалиева в том, что их популярность никогда не проходила. Их любят как старшие поколения, так и молодежь. В целом, достоянием культуры Карачаева-Черкесии стало более 500 мелодий маэстро. И сегодня, как карачаевцы, так и нагайцы считают Нагалиева основоположником их профессионального музыкально-песенного творчества. Маджит Узиирович многое делал и для открытия дарования певцов, композиторов, которые, в свою очередь, несли весомый вклад в развитие культуры Карачаева-Черкесии. Он тесно и плодотворно работал с такими поэтами, как Халимат Байрамукова, Юсуф Сазаруков, Хусей Джаубаев и многими другими. Его фантазия никогда не исчерпывалась, а талант, трудолюбие, преданность своей работе были его истинными качествами. Маджит Узиирович был хорошим человеком, с которым меня связывали. Многолетняя дружба. Мы с ним работали вместе, учились вместе. И он относится к плеяде шестидесятников, честно говоря. И поэтому его творчество и вклад в культуру Карачаева-Черкесии, я считаю, огромный. Сегодня в последний путь провожаем прекрасного человека, композитора, профессионального, музыканта, с большой буквы, нашего брата Маджит Узиирович Нагалиев. Очень многое о нем можно сказать, но самое главное, всегда он был жизнерадостный. Всегда, значит, он оказывал помощь. Человеческая жизнь, как правило, оценивается не количеством прожитых лет, а смыслом и качеством дел, наполненных при жизни. Маджит Нагалиев будет жить для нынешнего и последующих поколений в своем творчестве, песнях, которые сочинил, музыке, которую создал. И вечно будут жить созданные им творения искусства. Маджит Нагалиев Маджит Нагалиев Белла Джозаева, Вести Карачаева, Черкесия Торжественная церемония награждения победителей юбилейного 10-го регионального конкурса лучших потребителей «Золотая опора» прошла в Карачаево-Черкесской «Энерго». Лучшие потребители республики получили призы и дипломы. Репортаж Светлана Акбаевой. Традиция чествовать добросовестных абонентов открытого акционерного общества «Карачаево-Черкесской «Энерго» зародилась 10 лет назад. Это те абоненты, которые четко выполняют договорные условия, не допуская задолженности, соблюдают установленные режимы энергопотребления, внедряют энергосберегающие технологии, а также применяют современные системы учета и контроля энергопотребления, отметил в своем выступлении управляющий директор ООО «Карачаево-Черкесской «Энерго» Ханафий Чучаев. Призы конкурса «Золотая опора» представляют собой своеобразные сертификаты качества, которые мы с благодарностью вручаем нашим лучшим потребителям, потому что главной опорой в волнении основных финансово-экономических показателей работы гарантирующего поставщика электроэнергии являются вы добросовестные потребители, своевременно и полностью оплачивая за потребленную электрическую энергию. Я хочу от имени правительства «Карачаево-Черкесской «Республики», от имени Министерства промышленности энергетики «Карачаево-Черкесской «Республики» от себя лично поздравить всех номинантов, набираться опыта, добросовестно исполнять свою работу, а вам, коллективу, здоровье, благополучие. Ежегодный региональный конкурс «Золотая опора» проводится в четырех номинациях. Среди предприятий промышленного производства лучшим потребителем признана автомобильная компания «Дервейс». Победителем среди сельхозпредприятий «Карачаево-Черкесии» стал плембри-продуктор Зеленчукский. В третьей номинации – это организация-учреждение, которое финансируется из бюджета всех уровней. Лучшим потребителем объявлен межмуниципальный отдел МВД России. И, наконец, «Золотой опорой» среди предприятий малого бизнеса был отмечен индивидуальный предприятель из Ужджигуты – Зурап Лайпан. Все они, а также остальные номинанты, получившие дипломы за вторые и третьи места, безупречно выполняли свои обязательства перед «Карачаево-Черкесской энерго» в 2013 году. Разрешите поблагодарить коллектив «Карачаево-Черкесской энерго» с той высокой оценкой работы труда от имени президента компании «Дерево» Мурата Эдуардовича, пожелать вам всему коллективу здоровья, пожелать вам успешной безаварийной работы, от которой в целом зависит межперебойная работа и от нашего предприятия, и от всех предприятий «Карачаево-Черкесской электроэнергии». Успехово вы работаете, огромное спасибо. Тем временем есть потребители, которые не своевременно оплачивают за потребленную электрическую энергию. Из-за таких вот потребителей в 2013 году дебютовская задолженность составляла около 180 миллионов рублей. Для сравнения скажу, что за эти деньги можно было приобрести почти два месяца электроэнергии для всей республики, или же рассчитаться за предоставленные услуги «Карачаево-Черкесским филиалом МРСК Северного Кавказа». Потребители, которые вовремя расплачиваются за электрическую энергию, выполняют важную социальную функцию. Благодаря своевременной оплате у сотрудников «Карачаево-Черкесской энерго» есть возможность повышать надежность энергоснабжения всех категорий потребителей. Светлана Акбаева, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. И во второй части нашей программы смотрите. В поселке «Романтик» всесезонного горного курорта «Архы» завершился творческий фестиваль. В СКГ ГТА открылась персональная выставка художника-скульптора Кошали Зарманбетова. На базе Республиканской детско-юношеской конно-спортивной школы прошли соревнования по преодолению препятствий. Все это через несколько минут, а мы вернемся после рекламы. Кристальная вода ледников, чистый горный воздух, разнотравья альпийских лугов Кавказа. Новая деревня. Почувствуй вкус традиций. Внимание! В сети магазинов «Асюта» специально для выпускников 2014 года новые поступления товаров с московской ювелирной выставки, а также скидки и подарки для всех наших покупателей. «Асюта» – безупречные ювелирные изделия. Дагестанский филиал коврового центра «Алтын» предлагает качественные ковровые изделия Молдавии, Турции и Румынии. Огромный выбор по оптовым ценам. Черкесск. Ленина 70. Тургеневский рынок. «Алтын». Ковры на счастье. Стройтбор приглашает вас посетить демонстрационный зал, где представлены новинки керамической плитки, ванн, душевых кабин и сантехники. Город Черкесск, улица Кавказская, 147. В постоянно меняющихся условиях помогают уникальные материалы. Путеводители «Консультант Плюс». Они содержат подробные рекомендации и помогают быстро разобраться в любой ситуации. «Консультант Плюс». Быстрое решение ваших задач. Металлопластиковые и алюминиевые окна, двери, витражи и раздвижные системы от фирмы «Виталкласс» – редкое сочетание качества и традиций. Мы превращаем технологию в выгодную сделку «Всегда и везде». «Виталкласс», город Черкесск, улица Кочубея, 180. Телефон в Черкесске – 27 0901. Более 40 сортов меда России от Кубани до Дальнего Востока и продукция пчеловодства на ярмарке меда с 11 по 15 июня. Черкесск, проспект Ленина, остановка Первомайская. В поселке «Романтик» всесезонного горного курорта Архы завершился творческий фестиваль. В нем участвовали 60 сотрудников 12 предприятий трубной металлургической компании и группы «Синара». В этом году конкурсанты продемонстрировали свои достижения не только в поэзии, но и в авторской песне, фотосъемке и изобразительном искусстве. На фестивале побывала Шерифат Левшокова. Гостям с Уралу становившаяся дождливая погода не испортила настроение. В сетне фестиваля здесь в романтике царила веселая творческая атмосфера. Для участников были организованы мастер-классы, концерты, горные прогулки и экскурсии. Впечатления только положительные. Природа замечательная, воздух свежайший. Девушки красивейшие. Фестиваль проходит на хорошем уровне. Хорошие ребята, хорошие мастера, которые проводили мастер-классы. В принципе, я очень всем доволен. Мне понравилось. Я бы хотел сюда еще раз вернуться. В последний день фестиваля определились победители конкурса авторской песни. По итогам творческого концерта лучших в различных номинациях выбирало жюри, в состав которого вошли министр туризма и курортов республики Марат Хубьев, директор дирекции региональных проектов трубно-металлургической компании Михаил Черепанов, известный российский исполнитель бардовской песни. В члены жюри фестиваля выпала непростая задача. При выборе самого достойного участника им нужно было учитывать художественный уровень представленных произведений и исполнительское мастерство. Не знаю, сна и покоя летит, где, зачем и кто, но надо успеть закрыть глаза, тают города. Огромная благодарность компании «Синара» то, что она уже второй раз подряд дарит нам этот прекрасный творческий фестиваль под открытым небом в Архизе в нашем новом курорте Архиз 1650 под названием «Романтик». Я очень впечатлен выступающими. Это очень приятно понимать, что за короткие сроки заработал не просто курорт, но также заработало его, скажем так, и творческое направление. Проводим в Архизе фестиваль, на котором собираются наиболее талантливые работники нашей компании, трубно-металлургической компании, группы «Синара». Не случайно мы выбрали это место, ну, во-первых, потому что мы приложили свои средства и силы для строительства этого прекрасного курорта, для того, чтобы о нем больше узнали, потому что действительно замечательное место, но и прежде всего потому, что здесь очень красиво. Пришло время подводить итоги. По решению жюри диплом лауреата фестиваля в номинации «Лучшая авторская песня» был вручен Елене Попугаевой. Лучшими исполнителями стали Рамиль и Людмила Муртазины. А лучшим автором, раскрывшим тему архиза, был признан Виталий Перов. Сразу полюбившуюся всем песню он написал буквально накануне закрытия фестиваля. Путь пролегает сквозь гор и лес, дух приключений имеет свой вес. Архиз, архиз, сердце Кавказа в гор и вниз. Шрифат Лепшукова, Аслан Буташев, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Романтик, Архиз. В СКГ ГТА открылась персональная выставка художника-скульптора Кошелиза Арманбетова. Посмотреть новые работы заслуженного художника Карачаева-Черкесии, заслуженного деятеля искусств, Дагестана, академика, академик-художеств. Казахстана пришли все неравнодушные к искусствам. Подробности у Али Баташева. Отважный кочевник, уверенно держащийся в седле, стремительно несется вдаль. Скульптура основателя Ногайского государства Биоэдеге создавалась Кошелиза Арманбетовым около двух лет и уже покорила многих поклонников искусства в России, Турции и Казахстане. Со временем автор планирует создать полутораметровый монумент из бронзы. А пока материалом для работы послужил пластилин. Я в какой-то момент прерывал, как говорится, рабочий момент из-за того, что мне не хватает бронзы, не хватает камня, не хватает дерева и так далее. Потом, когда приходят мысли, как у композитора, я не говорю, у певца, они же уходят, да? Поэтому я думаю, почему их нельзя оставить пластилиной? Тем более, такой же материал, пускай и мягкий, и так далее, может быть, ранимый больше, чем другие. Но все равно это уже воплощенные эскизы, воплощенные работы, которые могут воплотиться в любом материале. Скульптура, графика и иллюстрации. Всего 70 экспонатов. В нашей республике это уже седьмая персональная выставка художника-скульптора. Глядя на графические скульптурные образы Кошелиза Арманбетова, окунаешься в воинственную историю Ногайского народа. Его эпос и мифы говорили на открытии выставки. Директор Музея истории и культуры Ногайского народа Светлана Рамазанова посещает каждую выставку талантливого художника-скульптора. Некоторые работы его прямо сюжетом идут, и они, скорее всего, навеяло на него после, наверное, чтения наших старинных старинных эпос, наверное, наш фольклор, это все повеяло. Потому что, когда смотришь сюжет, ну там, композиционную какую-то работу, то мы тоже начинаем вспомнить. Помнишь, Ильи, помнишь, там, какую-то поэму. Прекрасные работы. Спасибо ему большое от души. Практически каждую скульптуру сопровождает поэзия. Автор стихотворных строк супруга Кошелиза Арманбетова, известный в республике поэт член Союза писателей России Фарида Седахметова. Одно из первых стихотворений, вот, это как бы образ матери народа, которая в разные стороны рассылает стрелы, как своих детей. И у меня такие сроки родились. Навстречу неизвестному, раскрыв ладони, и стрелами, как песнями, расчистив путь, уходит мой народ опять из дома, надеясь, что найдет его когда-нибудь. Человеку, знакомому с творчеством Кошелиза Арманбетова, будет приятно увидеть его новые оригинальные работы. А тот, кто впервые окунется в удивительный мир искусства художника-скульптора, не останется разочарованным, уверены организаторы выставки. Персональная выставка художника-скульптора Кошелиза Арманбетова завершится 1 июля. Каждый желающий сможет посетить ее бесплатно. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Выходные на базе Республиканской детско-юношеской иконно-спортивной школы прошли межрегиональные соревнования по преодолению препятствий Союз талантов Северного Кавказа 2014 и открытое первенство по конкуру, посвященное ко дню России, ко дню единения народов Карачаев-Черкесии. Об участниках и победителях Алла Динаева. В Северокавказском округе проходит новый отборочный турнир среди детей на Олимпийские игры Союз талантов Северного Кавказа 2014. Первые два этапа прошли в Пятигорске и Сентуках, а третий в Карачаево-Черкесии. Хотя Республиканская детско-юношеская конно-спортивная школе всего 6 лет, дети уже показывают хорошие результаты. Школы среди Краснодарского края, Ростовской области это старые школы. А за 6 лет у нас, конечно, дети талантливые. Почему? Потому что ни у одной школы еще не было. Я это официально заявляю, что за 6 лет было два чемпиона России в 9-этапном турнире по конкуру и по дистанционным пробегам на 120 километров. В этом году намечается манеж и после этого наши еще полтора года иначе о себе заявят на более высоком уровне. Праздник открыли показательные выступления воспитанников Республиканской конно-спортивной школы. Разрешите меня от имени главы республики Рашид Борисовича Темрезова от имени парламента и правительства Крача Черкесской республики поприветствовать вас здесь на этом замечательном празднике празднике конного спорта. Все знают, что конкур это один из классических видов конного спорта, который ходит в олимпийскую программу. Хочется пожелать всем начинающим здесь всадникам добрый путь, чтобы конечный их путь был в этой олимпийской игры. В этом виде конного спорта от всадника требуется выдержка, физическая подготовка и железные нервы, поскольку часто заставить лошадь прыгать через барьер довольно сложно. Первый конкур, высота которого 120 сантиметров, Крачаева-Черкесию представил Дахирбаев. Он и стал победителем открытого первенства, посвященного Днюю Единения народов Крачаева-Черкесии на жеребце по кличке Рутник. Я рад, что я не подвел выступу хорошо, потому что только я выступал из Крачаева-Черкесии и мне очень большая ответственность была на мне. Я вовновался, правда. Воспитанники реабилитационного центра «Надежда» и Дворца детского творчества представили свои концертные номера. Два дня шли соревнования «Союз талантов Северного Кавказа-2014». Дети и юноши показали свое мастерство. Конкур – самый молодой вид конного спорта. Ему совсем недавно исполнилось 100 лет. Но, несмотря на молодость, он завоевал большую популярность не только в конном обществе, но и у людей, совсем не связанных с конным спортом, благодаря своей зрелищности и эффективности. Алла Динаева, Али Бостанов, Вести, Карачево-Черкесия. По результатам соревнований победителями и призерами стали три воспитанника республиканской детской и юношеской конно-спортивной школы. Первое место – Яна Скорикова, Сабина Байрамукова занял второе место, а Михаил Дмитриев стал третьим. Сегодня на пешеходной улице Первомайской привычный городской шум нарушили неповторимые звуки индейской флейты. К удивлению, жители и гостей республиканской столицы музыку исполняли вживую самые настоящие индейцы. Как оказалось, они из Эквадора. Сейчас там целые деревни пустеют, на летний сезон мужское население уезжает в Европу. Они выступают, играют национальные мелодии из индейского фольклора, продают подделки, музыкальные инструменты и диски. Как рассказывают музыканты из Южной Америки, в своих песнях они воспевают любовь, природу и духов. В Черкесске они приехали вчера, а завтра уже поедут в Нальчик. Таковы вести на сегодня. До встречи. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременная дождь, гроза. Во второй половине дня в отдельных районах сильная дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24. В Черкесске переменная облачность вечером и во второй половине дня кратковременная дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин